Доброе утро! Нового сезона. Расскажите, во сколько, где ждать? Ах ты, хороший вопрос. Мне кажется, в 6 часов на нашем канале 9 февраля выйдет программа «Северный дом». Она первая в этом году. Называется «Интересно. Культурный код». Но для себя я не до конца все-таки понимаю вот это вот замечательное словосочетание «код», да еще и «культурный». Но так как эта программа посвящена итогу традиционного конгресса международного, который проходил в Хантамансийске, сюда приезжали замечательные умные люди, которые пытаются найти культурный код, а главное внедрить его. Вот среди нас разгадать самое главное. Да. Мне пришлось постараться, подумать и все-таки для себя принять, что зрителю, скорее всего, культурный код понятен с точки зрения отчасти бытового применения. Вот носит ли он какие-то, не знаю, пьет из кружечки с орнаментами обских угров, носит какие-то элементы одежды, декор, вот здесь орнаменты тоже используются сейчас, сумочки из культуры прошлых веков. Вот какие-то элементы, если мы будем забирать и использовать вот те же берестяные поделки. Я, кстати, храню муку, сахар, ничего не портится дома. Какое эстетическое и великолепное ощущение от этого всего. Да, поэтому вот пытаюсь найти, смогла ли я это сделать или, по крайней мере, дала зрителю ли нужную дорогу, посмотрим. Но удовольствие было от работы, потому что хорошие кадры, такие пронизывающие моменты, когда понимаешь, господи, а зачем мне об этом говорить? Надо просто помолчать и полюбоваться тем, что люди создают сами. Это не нечто техническое, хотя, почему я так говорю нехорошо, это тоже предмет декора нашей студии. То, что делается руками, великолепно, и они перестают восхищаться. Посмотрим? Посмотрим завтра обязательно. Татьяна, вы же прямиком из командировки, из очередного путешествия телевизионного. Расскажите, где были? Буквально вчера вернулись из Коголыма. Да, Мариночка, вот этот вот столбик, наверное, ни один оператор не сможет снять крупно. Разглядеть. Вот этот, да, такой лего-конструктор, но на самом деле это та история, которую нам удалось снять. Удалось ли? Посмотрим, потому что наш герой – это художник с более чем 60-летним стажем. Это профессиональный человек, скульптор, архитектор, который вместе с другими людьми, но один из первых, сделал все, чтобы город Коголым был вот таким, какой он сейчас, процветающим. Потому что приезжаешь в этот город летом, сосны, зелень, красота, чистота потрясающая. Приезжаешь зимой и не можешь насладиться, не можешь нагуляться, не хочется уезжать, потому что это особенный город. Он весь состоит из леса, он состоит... В каждом дворе эти сосны шикарные. Поэтому, конечно, изумительно для меня это счастье – жить этой жизнью профессиональной журналисткой и по-прежнему удивляться, потому что я познакомилась с человеком, который создал красоту городскую и продолжает создавать удивительные картины, в том числе и по мотивам народов Севера. А вот в моей жизни, такой длительной, уже более 20 лет, казалось бы, когда же мне это надоест, очень хочется делать программу не только о замечательных коренных жителях, но и тех людях, которые также уже более полувека, я не знаю, там большую часть своей жизни живут здесь, на севере. Для них северный дом – это и есть дом их мечты. Они никуда не собираются уезжать. И для них также культура народов Севера безумно интересная. Они бесконечно ее изучают. Татьяна, ведь вы побывали буквально в каждом, самом отдаленном уголке Югры. Скажите, везде ли радушно вас принимают? И вообще не устали от этих поездок? Хочется вот немного передохнуть, побыть в родном городе, спокойно посидеть, заняться какими-то бытовыми делами? Или все-таки вот это... Коллеги, честно, я вам скажу, любая работа, даже самая любимая, создает ощущение усталости. Мы же с вами не терминаторы, мы люди. Но мы ведь выбираем что-то, что составляет большую часть нашего времени. Мы даже там спим меньше, мы с семьей проводим меньше времени. Устаю. Но мое преимущество в том, что вот побывав так много везде, и долго уже мы колесим, занимаемся одной темой. Наверное, самое ценное, что в нашей жизни семья, а вот я на работе нахожусь, езжу по регионам, а там уже как будто бы семья тебя ждет. Вот мой герой Айрат Гайнанов, о котором я снимала программу сейчас в Когалыме, говорит, я посмотрел одну из программ и очень удивился. С вами разговаривают люди, которые вас как будто очень хорошо знают, вы как будто их родственник. Создается такое впечатление. Да, да, да. Отчасти это так, потому что коренные жители, это такой маленький отчасти мир, и ты едешь там в маленькие поселения. Ведь люди одни и те же, как правило, лидеры, не стесняющиеся камеры. Те, кто интроверт, кто занимается традиционным образом жизни, он может быть физически не находиться в этот момент. А лидеры коренных жителей, они, как правило, на виду. И, естественно, отчасти это мой конек, люди меня знают. Но я не всегда этим пользуюсь, потому что очень хочется видеть тех, кого я не знаю, и честно признаюсь. Вот сколько раз не хожу к вам на программу, а ни разу говорю вам всегда, я поеду туда, но не получается. Не знаю, получится ли сейчас, это корлики. Но не дойдет моя нога до этого замечательного, страшно отдаленного населенного пункта. Но, чем черт не шутит, поживем увидим. Очень много программ впереди, и как удается не уставать, наверное, сейчас вот наступает такой период, когда пойдут гонки оленеводов. Мы начнем снимать, как медики работают в национальной деревне, ну, то моя мечта побывать там, потому что лет 14 меня не было. И очень много съемок, а потом ба-бац, наступает перерыв, и я начинаю их выдавать потихонечку. И мы с удовольствием, Татьяна, будем смотреть каждый ваш выпуск. И я с удовольствием к вам приду. Большое спасибо вам, что пришли сегодня. Не пропустите завтра на телеканале Югра премьера нового сезона Северного Дома. Одромное спасибо. Спасибо вам, Татьяна. С добрым утром. Мы с гостем прощаемся с вами, увидимся буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok